Здравствуйте, это «Голос Америки», вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями в войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о главных событиях 908 дня войны, понедельника, 19 августа. Вот главное. Есть за сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком. Украинские войска держат оборону в Донецкой области и продолжают наступать в Курской. Британское военное оборудование, включая беспилотники, действительно сыграло центральную роль в главном наступлении Украины. Лондон официально признал применение Украины британского оружия на территории России. В ходе наших расследований в Украине мы всегда спрашиваем украинцев, переживших российскую оккупацию, о том, что говорили российские солдаты. Россия признала фонд «Клуни», который расследует военное преступление в Украине, нежелательной организацией. Пример министр Индии Нарендер Муди в конце недели посетит Украину. Чего ждать от его визита? Вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное». Начинаем, как всегда, с небольшой военной сводки об обстрелах. Российские военные не впервые используют изощренную тактику ударов по украинским городам, где чаще всего поражают не военные цели, а жилые кварталы. Сперва наносится первый удар, а чуть позже по тем же точкам бьют повторно, чтобы поразить медиков и спасателей. Такая попытка была предпринята в минувшее воскресенье в Киеве. Российские войска нанесли удары по украинской столице баллистическими ракетами северокорейского производства, и дронами. Силы ПУ их уничтожили, однако через два часа после первой волны ракеты дронов российские войска вновь атаковали Киев, на этот раз крылатыми ракетами, но они тоже были сбиты. Генштаб ФСУ сообщил, что за прошедшие сутки российские войны нанесли по украинским позициям 5 ракетных ударов и 79 авиаударов, а также провели сотни артиллерийских обстрелов. Большинство ударов наносилось по населенным пунктам на севере и востоке Украины, в Сумской, Донецкой и Херсонской областях. В частности, в Донецкой области россияне в очередной раз ударили по городу Торецку. По предварительным данным, военные использовали против мирного населения артиллерию. В результате тяжелого восковочного ранения погибла местная пенсионерка. Кроме того, атаки подвергся поселок Заречный. На улице получили травмы несовместимой жизни трое гражданских в возрасте от 61 до 77 лет. Мужчина и супружеская пара. В Сумской области, по данным сводки оперативного командования «Север», в результате обстрелов погиб мирный житель города Белополье. Еще трое получили ранения, рассказал агентство «Франспресс» Юрий Сарко, мэр Белополья. Отец 1991 года рождения, а дочь 2012 года. Ей сейчас 12 лет. Отец мертв, а дочь находится в больнице в тяжелом состоянии. Она без сознания. Разрушение объектов гражданской инфраструктуры и раненые мирные жители есть и в других населенных пунктах Украины. Однако, начавшееся 6 августа украинское наступление в Курск области явно позитивно отразилось на строениях украинских военных, заявил агентству «Рейтер», заместитель командира 41-й механизированной бригады ВСУ. Украинские военные продолжают подчеркивать, что наступление в Курск области носит оборонительный характер. Военнослужащий Виктор говорит в том, что война ведется на территории России, виновата прежде всего сама Россия. Конечно, воевать на их территории предпочтительнее, но лучше, если хотя бы их на нашей территории не будет. Я бы это назвал победой. После захода украинских войск на территорию российской Курской области ситуация на фронтах заметно изменилась. Украинская группировка в Курской области продолжает успешно наступать. Синя операции в последние двое суток захватила как минимум три населенных пункта вблизи украинской границы, а также уничтожила три основных моста через реку Сеем. Таким образом, российские части на территории Глушковского района, а это самый юго-запад области на границе с Украиной, оказались фактически изолированы, им невозможно оперативно доставить подкрепление боеприпасы. Ранее поступали новости об ударах ВСУ по военным складам в Глушковском районе. Есть высокая вероятность, что эти российские части попадут в окружение, а вручать их будет просто некому. Российское командование пока пытается не допустить расширения украинского плацдарма на российской территории, а для прорыва блокады вокруг Глушковского района потребуется собрать ударную группировку. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина не собирается анонсировать территорию Курской области, а хочет защитить жизни жителей Украины. Кроме того, операция не позволяет российской армии перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет им логистику. По словам Тихого, с территории Курской области за последние два месяца по Сумской области Украины было весело более двух тысяч ракетных, бомбовых и артиллерийских ударов. Вашингтонский институт изучения войны, данные которого мы регулярно цитируем, резюмирует. В начале украинской операции в Курской области были атакованы в основном неподготовленные, необорудованные и безлюдные российские оборонительные позиции вдоль границы. Но Украина продолжала использовать маневры для быстрого продвижения в Курской области и после развертывания российских подкреплений. Это служит примером того, как маневр в сочетании с оперативной неожиданностью может привести к достижению целей за значительно более короткие периоды времени с меньшим количеством живой силы и техники. Примерно за две недели в ИСУ захватили примерно такую же территорию России, около тысячи квадратных километров, какую российские войска захватили за восемь месяцев наступления. Однако российские войска, которые продолжают атаковать по нескольким направлениям на востоке Украины, привыкли воевать совершенно иначе. Попытки ведения маневренной войны, как и в самом начале вторжения, серьезных результатов не дали. Поэтому в силу плохой обученности солдат и офицеров, плохой координации действий между частями, российские войска, как правило, атакуют украинские позиции в лоб, неся при этом колоссальные потери. Генштаб Украины сообщил, что российские потери убитыми и ранеными превысили 600 тысяч человек. До начала вторжения численность вооруженных сил России составляла чуть более миллиона человек. То есть за два с половиной года Россия потеряла не менее третья армия мирного времени, учитывая то, что многие ранены очевидно не смогут вернуться в строй. BBC и проект Медиазона, который отслеживает некрологии и сообщения о похоронах российских военных, считают, что на войне с Украиной были убиты не менее 120-150 тысяч российских военнослужащих. Стоит напомнить, что это не на Россию напал некий могущественный враг, а Россия без объявления войны атаковала соседнее, намного более слабое государство. Между тем, британская пресса обсуждает роль британской военной техники в украинском наступлении в Курской области. Минувшие выходные издание «Сангди Таймс» написало, в частности, о присутствии на поле боя танков «Челленджер». Что говорят об украинской операции британские политики и простые британцы? И будет ли британское оружие и дальше играть одну из центральных ролей в наступлении на Курск? Из Лондона комментирует журналист Маша Слоним. Британские СМИ, газеты, телевидение, радио внимательно следят за тем, как происходит наступление украинских войск в Курской области. В выходные газета «Таймс» писала, что когда во вторник появились первые кадры британских боевых танков «Челленджер Ту», используемых украинской армией для контрнаступления на Россию. Даунинстрит и Министерство обороны были готовы. И помощники премьер-министра Кира Старна и Джона Хили, министра обороны, в течение двух суток вырабатывали позицию и пытались понять, насколько откровенно можно говорить об использовании Украины британского оружия. Сейчас уже стало понятно, что британское военное оборудование, включая беспилотники, действительно сыграло центральную роль в новом наступлении Украины. А британские персонал, как мы уже теперь знаем, в течение двух лет тесно консультировал и обучал украинских военных. Причем в масштабах, несравнимых ни с одной другой страной. Газета «Таймс» напомнил, что когда в 1922 году началось российское наступление на Украину, тогдашний министр обороны царь Бен Уоллес разрешил украинским военным использовать британское оборудование на территории России при условии соблюдения международного права, которое разрешает наступать на аэродромы и линии снабжения в целях самообороны. Представители оборонного ведомства отмечают, что более двух тысяч российских атак на Украину, в том числе на города и на мирных жителей, были совершены как раз из Курского региона. Чтобы обеспечить единый британский фронт, министр иностранных дел Дэвид Лами и обороны Джо Хилли создали даже совместное подразделение по Украине при Министерстве обороны и Министерстве иностранных дел сейчас. Помощники подчеркивают, что эта пара совершила семь совместных зарубежных поездок, включая первую совместную поездку в Киев еще до парламентских выборов, когда либористы были в оппозиции. Источник Министерства обороны газета «Таймс» сказал, «Мы включаем вопросы обороны в нашу перезагрузку отношений с союзниками». Хилли и Лами также провели совместный бритинг с официальными лицами для межпартийной группы из 60 членов парламента по Украине Министерства обороны. А Старвер также попросил Совет национальной безопасности разработать планы по предоставлению Украине более широкого спектра поддержки. И на прошлой неделе он даже направил в Киев Джона Бью. А Бью был советником по внешней политике трех последних премьер-министров Тори. Но он согласился остаться и при либористском правительстве, чтобы помочь новому правительству, используя свой обширный круг контактов. Интересно, что по информации газеты «Таймс», накануне выступления Зеленского перед кабинетом министра в прошлом месяце, он и Хилли провели совместный ужин с руководителями оборонной промышленности. Это говорит о том, что и в дальнейшем нанечается сотрудничество в этой области. Из всего этого ясно, что новое правительство намерено продолжать курс предыдущего консервативного правительства на дальнейшую поддержку Украины. Причем министры подчеркивают, что эта поддержка будет носить самый разносторонний характер – военный, экономический и финансовый. Ну и, конечно, моральный. Журналист Марша Словин о роли британского оружия в украинском наступлении в Курской области. Россия, в свою очередь, продолжает вести войну на истощение. Это, вероятно, единственная возможная стратегия, потому что она обладает намного большим, чем Украина, мобилизационным резервом, а своего солдата Москва никогда не жалела. А Украина делает ставку на нанесение агрессору максимальных потерь, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Я за сегодня хорошие. Я за сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком. И все это не просто оборона Украины. Это теперь сейчас основная задача наших оборонных действий – уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны и проводить максимум контрударной работы. В частности, это и создание буферной зоны на территории агрессора. Наша операция в Курской области. Здесь корня буферной зоны на территории агрессора, наши операции в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский. Пока Москва не перебрасывала в Курскую область частей с востока Украины, на что, вероятно, рассчитывал Киев. Российские войска в Донецкой области продолжают наступление, двигаясь вдоль линии дорог. В воскресенье вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, призвала к эвакуации жителей Покровска, Мирнограда и Селидова в Донецкой области. В понедельник была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины. Украине срочно требуется оружие. Об этом вновь напомнил западным партнером президент Украины Владимир Зеленский. Наши ребята молодцы, но поставкам от наших партнеров нужно ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения. Нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Фрации. До Франции. Попереду важные тижни нашей дипломатической работы. Впереди важная неделя дипломатической работы с различными партнерами. Европа, Америка, глобальный юг. Мы уже расширили и будем расширять круг тех, кто поддерживает справедливое окончание этой войны. Помощь продолжает поступать. Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс «Аэрестин», 14 тысяч артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм, а также стрелковое оружие с патронами к ним, беспилотники и различную технику. Однако появились сообщения, что с объемами последующей поддержки Украины Берлин пока не определился, что сегодня привело к падению курсов акций германских предприятий ВПК. Дания заявила, что передаст Украине финансовую помощь в размере примерно 115 млн долларов на приобретение новой военной техники украинского производства и промышленного оборудования. Война продолжается в киберпространстве. Главное управление разведки и Минобороны Украины сообщило, что парализовало работу интернет-провайдера в атомном городе Снежинске. В результате пострадали предприятия, занимающиеся разработкой российского ядерного оружия. Ну и политика. 21 августа в Украину прибудет премьер-министр Индии Нарендера Моди. Моди – один из лидеров так называемого «глобального юга» и глава одной из крупнейших держав мира. Примерно месяц назад он приезжал в Москву и встречался с Путиным. И Киев, и Москва с начала войны ведут борьбу за умы сердца нового глобальных центрах силы. Потенциально этот визит, кстати, первый визит премьер-министра Индии в Украину, может иметь большое значение. Газета Times of India сообщила, что Моди, которого страны Запада критикуют за широкомасштабные закупки российской нефти, намерен обсуждать варианты мирного урегулирования. Генпрокуратура России признала нежелательным фонд «Клуни за справедливость», который занимается расследованием военных преступлений в Украине. Подробнее расскажет Ксения Туркова. «Оценки российского законодательства об иностранных агентах». Напомню, Российская Дума подняла вопрос о признании фонда «Клуни» нежелательной организации после того, как сотрудница одного из проектов фонда «Анна Нейстад» заявила, что фонд планирует инициировать возбуждение уголовных дел против российских пропагандистов в Европе. В ходе наших расследований в Украине мы всегда спрашиваем украинцев, переживших российскую оккупацию, о том, что говорили российские солдаты, когда занимали их дома. И это дает нам очень хорошее понимание того, как что-либо сказанное много раз, например, на первом канале российского телевидения, прямо повторяется российскими солдатами в Украине. Как они почти дословно произносили эти нарративы в качестве оправдания того, что они вламываются в дома украинцев и совершают убийства, пытки, изнасилования и другие преступления. Сейчас мы сосредоточены на привлечении к ответственности главных российских пропагандистов, самых заметных из них, но я сознательно не буду их называть по именам, потому что мы просим прокуроров выписывать закрытые ордера на арест. Это значит, что в отличие от ордеров Международного Уголовного Суда, который прямо называет подозреваемых, мы просим о бордерах закрытого типа, чтобы имена не раскрывались. И это важно, потому что мы не хотим, чтобы эти люди знали о таком ордере. Напротив, мы хотим, чтобы они выезжали в другие страны и были там арестованы. Так что лучше пусть они будут гадать на этот счет, нежели получат ясное предупреждение. Высказывание Нейстат вызвало у российских пропагандистов бурю гнева. Впрочем, спустя два дня Джордж Клуни опроверг слова Нейстат, сказав, что фонд, цитата, никогда не стал бы преследовать журналистов, даже если с ними не согласен. Фонд Клуни – это американская неправительственная организация, которая была основана в 2016 году в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его женой, адвокатом по правам человека Амаль Клуни. Фонд определяет свою миссию как борьбу за справедливость и требование ответственности за нарушение прав человека. Организация работает более чем в 40 странах мира. Ксения Трукова о признании фонда Клуни нежелательной организации. Ну а закончим мы наш сегодняшний выпуск сообщением о небольшом скандале в соцсетях. Ахмат Кадырев похвастался, что лично Илон Маск подарил ему кибертрак. И Кадырев установил на нем пулеметы, готовится отправить электрический пикап на войну с Украиной. Маск, понимающий, что это может быть квалифицировано как нарушение санкционного режима, это опроверг. Трудно сказать, кто из них говорит правду, но можно поспорить, что этот кибертрак, который так проглянулся лидер у Чечни, на войну не поедет. На этом все. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в облподкастах и на платформе «Эхо». Я, Алекс Григорьев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссер Александр Зимуху. До завтра.